В один рот двух ложек не впихнешь, а вот двойное удовольствие от поединка получить можно. Особенно, когда бойцы начинают вытворять что-то такое, во что бы никогда не поверил, если бы не увидел. Приветствую вас, броненосные стрекозы. С вами Федорович, а в этом видео мы насладимся моментами, которые бывают раз в 10 лет. Дураки помнят обиды, а умные обидчиков. Особенно борцы, против которых используют невероятные умопомрачительные приемы, взятые из каких-то аниме-мультфильмов. Я, конечно, уважаю все единоборства и борьбу в том числе, но мне кажется, использовать такие приемы нормальный человек не может. Это что нужно иметь в голове, чтобы так не уважать соперника и самому засовывать руку туда, откуда обычно все только выходит. Всегда нужно знать свой предел, но лишь для того, чтобы его преодолеть. Невероятный поединок между Вильямсом и Портером все эксперты будут помнить долго и ставить в пример, как проявление невероятной силы воли и характера бойца. На протяжении первых 5 раундов бой был более-менее равным, но в начале 6 раунда Вильямс выбрасывает правый крюк, после чего у него вылетает плечо, а рука начинает висеть, как лишняя запчасть у запорожца. Но это не останавливает мужика и, несмотря на жуткую боль, а у кого вылетало плечо, тот понимает, о чем речь, этот бешеный носорог продолжает бой одной левой рукой без защиты. Но до чего же зрители взревели, когда в конце этого же 6 раунда однорукий воин отправил в нокаут своего оппонента, доказав, что сила воли и желание может преодолеть любые трудности. Голодная мышь готова и кошку съесть, а голодный победам боец готов и здоровье отдать. Легендарный бой между Фраем и Такиямой все любители ММА запомнят на всю жизнь. В этом зрелищном поединке было самое безбашенное начало боя за всю историю поединков. Бойцы, как два тазманских дьявола в битве за самку, с первых секунд сошлись в ближнем бою и знатно херачили друг друга по башке, не думая про защиту. Впрочем, как и весь последующий бой, пока Фраю не удалось добить Такияму в партере. Женщины не мыслят, они замышляют, а бойцы не тупят, они исполняют. На показательных выступлениях часто бывают интересные моменты. Но когда ты один из всех бокопоришь, это очень неприятно, особенно потом получать ляща от тренеров. Если вы подумали, что в этом видео затупил мужик на переднем плане, который не перебил доски, зря. Его спас коллега на заднем плане, который превзошел все ожидания. Вода течет вниз, а человек стремится вверх, так же, как и боец. Все время должен стремиться к совершенству. Прямо как эти двое юниоров на чемпионате по борьбе. В момент очередного партера пацаны вдруг поняли, что борьба борьбой, но в UFC же бьют руками. И сначала аккуратно и незаметно один всадил второму локоть в ухо, на что первый ответил лящом. Для африканских племен вегетарианец это криворукий охотник, а для мира ММА дерзкий боец это смертник. Срань на взвешивании перед боем это обычное дело, но когда бойцу в лицо бросают халат, это редкость. Конечно, это не трусы, чтобы было еще обиднее, но из-за этого обидчик получил сначала ляща, а потом мужики и вовсе начали бой до боя. Критиковать это показывать автору, как бы сделал сам, если бы, конечно, смог поднять свою жопу с дивана и хоть что-то сделать. Так же и у бойцов, каждый готов их критиковать в ринге, но сам туда навряд ли выйдет. Все вы помните известный бой Майданы против Бронера, где второй в одном из моментов в углу ринга поступил очень некрасиво, за что было свистом. Но вскоре у Майданы получилось отплатить таким же жестом, а затем и выиграть этот бой. Когда выпадает снег, детям радость, а у воробьев пустой живот. А когда перед боем на взвешивании бойцы не успели набаловаться, они пытаются это компенсировать в клетке перед боем. И для зрителей это точно радость, особенно когда один дерзкий воин посылает поцелуйчики другому. Вот только партнер не всегда понимает всю доброту и ласку от соперника и может отреагировать очень жестоко. Никогда не бывает занято, если вы набрали неправильный номер. Но всегда бывает больно, если вы получили неправильный удар. Прямо как эта девчушка, которая схлопотала жесткий кик между ног. Все, конечно, думают, что получить такой удар – это больно только для мужиков. Но не забывайте о борьбе за равноправие полов. А это значит, что теперь удар между ног болезненный для всех. Высокий фонарь далеко светит, а высокий боец не всегда хорошо бьет. Этот бой, который больше походил на рестлинг, показал зрителям, что может быть, если бы не было весовых категорий. А в клетке встречались все подряд. Ну а с другой стороны, он продемонстрировал технику старшего брата, которому нужно наказать младшего сопляка. Жизнь бывает не только трагичной, но и комичной, как и моменты в боях. В поединке между Морано и Макки в одном из клинчей боец выплюнул капу на канвас. Но позлая зубозащита ускакала под клетку, давая время бойцам отдохнуть, пока все секунданты пытались ее найти, чтобы вернуть на место. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой незабываемый момент был в ваших боях в ринге или против Беляша. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Раз, два, одному, второму, третьему, четвертому, пятому. Раз, два, три, четыре. Все, какие проблемы. Вкрутить плечо при ударе, выбросить ручку и обязательно вкрутить кулак. Удар, вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам. Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум. Вернулись в стоечку. Печень пробили, он локти опустил, подсел немножко, то есть прикрыл после нашего удара. В открытые перчатки бросаем правый прямой. Споймал, все внимание ушло на голову и мы добавляем сюда правый локтик. Отбиваем ногу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова